Уважаемые братья, поистине мы понимаем то, что в этой жизни полного счастья обрести невозможно, полное счастье будет в раю. Когда ангел встретился со словами, вы заходите в рай, мир вам, ничего не бойтесь, не печальтесь, больше не будет печали, не будет страха, но у верующего человека, в этой жизни он понимает, что он самый счастливый. Пророк Мухаммад, несмотря на то, что он, как сказано от Айча передаётся, Пророк Мухаммад в этой жизни даже не насытился сухим хлебом. То есть не кушал даже сухой хлеб, чтобы наесться. Месяц за месяц проходили. Не было в доме горячей еды и горячей пищи, только были две чёрные вещи. Финик и вода, то, что много макали финик воду, вода тоже становилась чёрной, но, однако, он был самым счастливым из создания Аллаха, был самым счастливым из рабов Всевышнего Аллаха. Сахабы говорили, если бы понимали мулюк, правители, какое счастье в наших сердцах, они бы хотели бы забрать это счастье своими мечами. Поэтому для того, чтобы обрести в этой жизни счастье есть некие пути. Первое – это то, что человек стремится ради чего и бережёт свой иман, свою веру во Всевышнего Аллаха. Поэтому должен понимать то, что самая великая милость Аллаха – то, что ты верующий. То, что мы верующие – это самое великое. Когда мы утром просыпаемся и понимаем, что мы мусульмане, понимаем, что мы верим в одного Аллаха, поклоняемся ему, выше этой милости нету и выше этого счастья нету. Но иман он поднимается и опускается, слабеет иман. Поднимается через поклонение, опускается иман через грехи. Второе – когда человек постоянно делает благие дела. Пророк Мухаммад сказал. Он сказал. Вы делаете, а каждому Аллах облегчит то, ради чего он сотворил его. Поэтому. Благие дела – это путь для счастья в этой жизни вечной. То, кто делал благие дела из мужчин и женщин. При этом они верующие, то мы дадим им прекрасную жизнь, говорит Всевышний Аллах. Поэтому, если когда им было тяжко в этой жизни, они сразу же направлялись, брали омовение и читали намаз. Читали молитву. Пророк Мухаммад обречался к Билалю, сказал, Билал, скажи икаму, наслади нам, дай нам раха, дай нам, чтобы мы почувствовали успокоение, чтобы мы почувствовали вот это вот в наших молитвах, в наших намазах спокойствие. Сказал пророк Мухаммад, то, что меня радует, полностью радует, то, что радует мой глаз, моё сердце, мою душу. Рахати, туманинати, спокойствие души, всё это в молитве сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Третье. Просите у Аллаха, субхану ва-та'але, от дуа, и самое великое, что ты можешь просить у Аллаха, чтобы Аллах утвердил, стойко утвердил на своей религии. Самое большое, что ты можешь просить у Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'але. Поэтому постоянно проси, брат мой, о, Аллах, сделай меня из числа счастливых в этой жизни вечной, хорошо думая о Всевышнем Аллахе, субхану ва-та'але. Аллах в Коране говорит, как вы думаете о Господе миров? Каковы ваши мысли о Господе миров? Умар ибн хаттаб, когда делал таваф и рукаабы, делал дуау, я Аллах, если ты меня записал из числа счастливых, то утверди это, если ты меня записал из числа несчастных, то сотри это и запиши меня из числа счастливых. Поистине ты записываешь все, что пожелаешь и стираешь, говорил Умар ибн хаттаб. Ибн Аббас, рада Аллаху айнху, делал следующую дуау. Сделай нас для богобоязненных имамами. Сделай нас для богобоязненных примером. Ведь Аллах, субхану ва-та'але, сказал в Коране, и не делай нас примером для заблудших. Ведь Всевышний Аллах, субхану ва-та'але, сказал в Коране про Ахлю Са'ада, о тех, которые счастливы и обретят в этой жизни счастье вечное. Мы их сделали имамами, мы их сделали примерами, через что они призывают по нашему повелению к прямому пути. А сказал Всевышний Аллах, субхану ва-та'але, также в Коране о несчастных. Мы их сделали имамами, которых людей призывает ва-да. То есть примерами для того, чтобы людей призывать ва-да. Также из тех действий, которые принесет радость человеку. Если человек, который собирается жениться, чтобы себе взял богобоязненную супругу, чтобы выбрал для себя также хороший верховой автомобиль в данном случае, хороший дом. Это все из того, что приносит Са'ада счастье в сердце. Рок Мухаммад сказал три вещи в этой жизни приносят счастье. «Это супруга, на которую ты смотришь, и она тебе нравится, и когда ты уезжаешь куда-то, то она бережет твое имущество и бережет свою целомудренность. Так же это быстрое верховое животное, которое тебе дает возможность догнать своих братьев. И так же это просторное, хорошее жилье». И три вещи приносят несчастье. Та жена, на которую ты смотришь, она вызывает отвращение, и когда ты куда-то уезжаешь, то она не бережет твое имущество и не бережет свою целомудренность. И это плохое верховое животное, непослушное животное, которое не слушается, если ты его ударишь, оно тебе принесет проблемы, то есть ударь, чтоб побыстрее ехал. Если ты его оставишь, то это животное, на этом животном ты не сможешь догнать своих спутников. И тесный дом, сказал саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому из сунны просите в Аллаху субхану ва Та'ля сиа в сакан, в маскан, просите в Аллаху субхану ва Та'ля сиа просторном и дай мне барака, дай мне благодать в том, что ты мне дал. В риски, в этом уделе, который ты мне дал. Также из тех вещей, которые приносит Саада в сердцах, приносит нам счастье. Тиляват-ил-Куран. Чтение Курана. Поэтому, уважаемые братья, ко всем обращаюсь, в первую очередь, к самому себе. Если в этой жизни постоянно, то есть есть какие-то проблемы, в этой жизни, есть какие-то дела, они никогда не закончатся. Поэтому, если постоянно ты в дунне, в этой, не можешь найти время для спокойствия, посиди в один день, один час Куран, почитаясь, размышляя над аятами, увидишь, какое ты обрещешь счастье в своем сердце. Поэтому, как сказал имам Шатаби, самый лучший собеседник – это Куран, с которым ты не устаешь беседовать. Это речь обращения Всевышнего Аллаха. И чем ты его больше читаешь, тем он красивее звучит, Куран, сказал имам Шатаби. Также Хасанн-Басри сказал, Ищите сладость в трех вещах – в намазе, в поминании Всевышнего Аллаха и в чтении Курана. Если вы найдете в намазе, если ты сердцем читаешь, искренне читаешь намаз, в Куране, в поминании Всевышнего Аллаха, сладость найдешь, в другом ты больше, если не идешь, то больше ни в чем не найдешь, сказал Хасанн-Басри. Дверь закрыта, сказал Хасанн-Басри. Также из тех вещей, которые приносят радость в сердце, это когда человек благое делает для людей. Пророк Мухаммад сказал, самый лучший из людей – это те, которые полезны для людей. Никто из вас полностью не уверует, пока не будет желать своему брату то же самое, что желает самому себе. Из наилучших дел перед Всевышним Аллахом – это то, что ты становишься причиной, то, что твой брат радуется, когда ты вселяешь радость в сердце своего брата. валилาง, поделать его эски Anthem . то, что если человек благое делает своему брату, это ему вернется, Аллах ему даст благое. Если он будет добр по отношению к своему брату, Аллах тоже будет к нему добр. Если он будет проявлять щедрость, Аллах проявит к нему щедрость. Если он будет помогать ему, Аллах ему поможет. Если он прикроет его, укроет его какие-то недостатки, Аллах его недостатки укроет. Но если он ему не будет что-то запрещать, будет в плохом отношении по отношению к нему, то также он увидит Всевышнего Аллаха. Как ты обращаешься к людям, так же Аллах тебе такой же ответ даст. Сказал Ибн Аль-Кайям, рахмаху Аллаху. После чего прочитал аят, нет благого в каких-то секретах среди людей, кроме как в трех вещах. Садака, или призыв к благому, или если люди общаются между собой, чтобы примирить людей. И кто это сделает ради удовольствия Аллаха, ради Лика Аллаха, то этому человеку Всевышний Аллах даст много благ. Также из тех вещей, которые приносят счастье, это когда человек смотрит в богатстве на того, кто беднее его. Как приводит имам Муслим, как сказал, смотрите в этой жизни то, кто беднее вас, и не смотрите на тех, кто богаче. Поистине, если вы будете таковыми, тогда вы каждую милость, которую вам Аллах субхануа Таиле дал, будете ценить. Когда человек смотрит на того, кто богаче, он не ценит своей милости. И был такой из людей, Ибн Раван Деддаль, когда он сидел на джессер, когда сидел на мосту в городе Багдад. И приходили конницы, проходили наложницы. И тогда спросил, кому это принадлежит? Сказали, Али ибн Бальтақ, Гулям ил-Халифы. Это принадлежит сыну или помощнику правителя, Али ибн Бальтақу. Тогда он что? Он разозлился, выкинулся, просил, то есть сидел на мосту, чтобы ему дали садак. И в один день взял, выкинул, говорит, я не буду больше тут сидеть. Разозлился, обругал всех. Это вызвало в его сердце хасад, вызвало в его сердце зависть, лғыль, жесткость. И он недовольствовался тем, что ему Аллах дал. Итог какой? Говорится то, что он стал му'атази, был ахли сунна вальджама, после этого стал му'атазилитом, потом стал рафидитом, потом стал мульхит, стал атеистом и умер на этом. Поэтому имам приводит эту историю в книге Сайдул-Хатар. Это итог того, если человек недовольствуется тем, что ему дал Всевышний Аллах субханам ва-та'аля. Также из тех, что приносят вещей, которые приносят радость, это худур мажалиси-зикр, когда человек посещает кружки, где поминают Всевышнего Аллаха субханам ва-та'аля. Будь это лекция, будь это проповедь, уроки, где поминается Всевышний Аллах субханам ва-та'аля. Как Аллах в Коране сказал, когда человек поминает Всевышнего Аллаха, его сердце успокаивается. И последнее, что чтобы поменьше у нас, для того, чтобы было счастье в сердцах, поменьше должно быть свободного времени. Обычно человеку приходит какая-то печаль, грусть, когда у него появляется свободное время. Поэтому должно быть чем-то заполнено, благим, то, что принесет пользу в этой жизни вечной. Как говорится у Зейн Абидин ибн Али, был рубец на спине, когда у него спросили, почему у тебя это? Потому что я много ношу на себе еду, которую раздаю фукара, которую раздаю нуждающимся, бедным людям. Поэтому если человек появился, как только благое, как свободное время, нужно его заполнить тем, чем доволится Всевышний Аллах субханам ва-та'аля, то, что принесет нам пользу в этой жизни вечной. Да, Аллах субханам ва-та'аля, чтобы простил нам наши грехи, чтобы заполнил вот эти ваши сердца, наши сердца счастьем в этой жизни, чтобы это счастье нас провело по этой жизни и вечности. Фирдавус ва-та'аля, Вишну Райско, Алибит Айфирдавус, Алибит Айфирдавус, Алибит Аябин 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 А